Когда студия Warner Bros. объявила о начале съемок приквела Гарри Поттера под названием «Фантастические твари и где они обитают», публика была просто в восторге. Еще бы ведь у новинки было совершенно все, чтобы по достоинству продолжить Патериану, даже несмотря на то, что события ее должны были происходить раньше, чем история о мальчике-волшебнике. И все-таки тот же мир, интересная концепция и участие лично Джон Роулинг, а также очень неплохой актерский состав и некислый бюджет, казалось бы, чего еще пожелать. А вот по факту выяснилось, что после первой части, которая еще в целом зашла публике, второй фильм стал наименее прибыльным из всех лент Патерианы за почти что 20 лет. Огреб кучу критики с негативом и вообще поставил под сомнение не только будущее своей франшизы, но и будущее фильмов мира Гарри Поттера. Почему же сейчас фантастические твари называют самой проблемной франшизой современности? Как и отчего эти фильмы просто притягивают к себе скандалы? Какие на данный момент у них перспективы и не поставит ли не слишком удачный приквел точку в фильмах Патерианы в целом? Сейчас узнаем. Ну что ж, нужно отметить, что в 2016 году, когда только появились первые фантастические твари, все выглядело не так печально. Ведь дебютный приквел Гарри Поттера получил огромный интерес со стороны публики и собрал в прокате ни много ни мало 814 миллионов долларов, что очень даже не слабая цифра. Да уже тогда авторов новинки начали критиковать за выбор на роль Гриндевальда Джонни Деппа, вокруг которого начинал разгораться скандал, но все это еще было не слишком угрожающе. А вот вторая часть на самом деле стала если не катастрофой, то начала постепенно к ней приближаться. Во-первых, фильм очень не понравился критикам, которые назвали его скучным, нелогичным и нагло эксплуатирующим тему Гарри Поттера. И знаете, судя по всему, на этот раз зрители были с ними солидарные, потому что даже несмотря на обширную промо-компанию, а также внедрение в актерский состав любимца аудитории Джуда Лоу и в конце концов всю ту же ауру Патерианы, вторая часть принесла более чем скромные по меркам Ворнеров 650 миллионов долларов. При бюджете в 200 лямов и еще большей сумме ушедшей на маркетинг по всему миру. То есть да, преступлением Грин Девальда все еще удалось заработать, но в то же время фильм показал явный кризис франшизы. До такой серьезной, что третий фильм и вовсе решили передвинуть аж на год, дабы внести изменения и пересмотреть концепцию. Эх, знали бы боссы Ворнеров, что коронавирус внесет в их планы еще и свои коррективы, и по итогу передвинет третий фильм на неопределенное время, может еще бы и передумали, но тогда никто ничего предвидеть не мог. Если же говорить о теперешней ситуации, еще в начале лета появились сведения, мол в Англии собираются возобновить съемки третьих тварей. Но более ничего конкретного на данный счет я так и не нашел. То есть вполне возможно и даже скорее всего, что работа и по сей день заморожена. Но это только полбеды, ведь фантастические твари оказались еще и самой скандальной франшизой современности. Сперва, конечно, Джонни Депп. Я уже говорил, что начиная с 2016 года, выбор Warner Bros. подвергся критике, которая особенно усилилась, когда второй фильм вознес персонажа Джонни на ключевые позиции. Тогда очень многие зрители бушевали, мол, как же так, Джонни Депп, которого в то время представляли ужасным угнетателем своей бывшей, получил главную роль, предлагали бойкотировать фильмы с его участием и так далее. Но на выручку Деппу в тот момент пришла своим влиянием и авторитетом лично Джоан Роулинг, которая настояла на том, чтобы руководство Warner Bros. оставило актера в фильмах. За что, конечно, ей большое спасибо. И тем не менее, если говорить о третьей части, там будущее Грин Девальда в исполнении Джонни все еще под огромным вопросом. Так как судебные разбирательства и нелицеприятная правда, всплывшая на них в том числе и от самого Деппа, опять сильно ухудшили шансы актера вернуться в франшизу фантастических тварей. А по иронии судьбы, теперь Джоан Роулинг уже вряд ли сможет его отстоять, так как сама автор Гарри Поттера оказалась под огнем, а скандал с ее участием гремел пару месяцев назад на весь мир. Когда на Джоан наклеили ярлыки трансфоба, человека, который нетерпим к трансгендерам, людям беспола и так далее. Все началось из-за пары твитов, как по мне, довольно безобидных, которые писательница имела неосторожность опубликовать по теме трансгендеров, и началось. Сперва на Роулинг ополчилось ЛГБТ и транс-сообщество, а потом волна травли выплеснулась далеко за их пределы. Когда сами участники Поттерианы, Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринд, а потом и Эдди Рейдмен, все как один выступили против автора Гарри Поттера. А если говорить о последнем, исполнителе роли Ньюта, то он пошел еще дальше, требуя и вовсе устранить Джоан из работы над следующими фантастическими тварями, и угрожая, что в противном случае он сам будет пытаться разорвать свой контракт на съемке. В общем, шумиха разгорелась нешуточная, часть изданий прекратили сотрудничать с писательницей, ну а руководство Ворнеров заняло плюс-минус половинчатую позицию, заявив, что они всячески поддерживают транс-сообщество, но при этом и не спешат делать резкие шаги в сторону Роулинг. Одним словом, основной скандал уже в целом утих, но при этом осадок остался и очень неслабый. Мы таки не знаем, что решили Ворнер Бразерс, но можем точно говорить о том, что авторитет Джоан Роулинг пошатнулся очень сильно, и ее слова на данное время уже вовсе не являются такими весомыми, как это было ранее. Да и вообще, примерно полтора месяца назад ходили слухи, что Ворнер Бразерс также рассматривают вариант прекращения работы с писательницей, что практически сразу означало бы конец и франшизы фантастических тварей. В общем, там еще все очень запутано. Но при этом и Джоан с Джонни оказались не единственными скандалами франшизы, ведь исполнитель роли Криденса Бербоуна Эзра Миллер тоже весной этого года угодил в страшный скандал. Когда в Исландии, где актер застрял из-за коронавируса, как раз после съемок фантастических тварей, в одном из пабов он вроде как накинулся на фанатку. Часть инцидента засняли на камеру, тогда же, конечно, поднялся огромный шум, фанаты требовали устранить Эзру с ролей Флэша, а также Криденса, но за вот уже почти что полгода никакой реакции от самого актера не последовало. Если же говорить о Ворнерах, представители студии сказали, что они очень детально изучают данный инцидент, собственно, после чего тоже полный молчок. И хотя, судя по последним новостям, Warner Bros. не собирается расставаться со скандальным актером, его репутация вместе с репутацией фантастических тварей получили очередной сильный удар. Но и это еще не все, ведь франшиза угодила также еще и в расистские скандалы, обвинения в гомофобии, а куда же без этого в наше-то время. Так как сперва автора фильма и Джоан Роулинг в частности обвинили в расизме, когда оказалось, что Нагайна, девушка, превращающаяся в змею, змею, если кто помнит служившую позже самому Волан-де-Морту и ставшей одним из его крестражей, так вот что не, когда эта девушка азиатского происхождения выступала в Шапито, но шквал критики вызвал именно факт подбора актрисы на эту роль. Потому что во вторых фантастических тварях Нагайну сыграла кореянка Клаудия Ким, после чего уж очень неравнодушные слои общества полетели громить Роулинг, обвиняя ее чуть ли не в фашизме, мол, на роль девушки-змеи она выбрала азиатку, что, по мнению многих, является явным проявлением утеснения цветных людей белыми, а также усиливанием стереотипов, связывающих азиатов со змеями. Сама же Джоан попробовала отбиться, мол, она взяла тематику женщины-змеи именно из индонезийской мифологии, так что, мол, с нее взятки гладки, и все же это был очередной весомый скандал, который внес свою лепту негатива в восприятие фантастических тварей. Что же и говорить об однополой любви Дамблдора и Гриндевальда. Да, с одной стороны, такое решение автора книг было воспринято частью аудитории с восторгом, но все же большая часть не была рада тому, что уже после завершения Патерианы Джоан вдруг решила вносить столь существенные изменения в характеры ключевых персонажей. Тем же, кто выступал за однополую любовь чародеев, в результате не понравилось, что фильм «Преступление Гриндевальда» не раскрыл в нужной мере историю их отношений, ограничившись лишь намеками. В общем, часть публики ругала автора фильма за ненужное акцентирование на ориентации культовых детских персонажей, таких как Дамблдор, другим же не понравились полумеры сценаристов, и они даже обвинили их в гомофобии. Короче, по итогу не угодили никому и только сорвали очередную порцию негатива. Итого, все вышеперечисленное совершенно точно делает фантастических тварей самой скандальной и самой проблемной франшизой последних лет. А ситуация с ковидом и заморозкой съемок только вбила, если не последний, то предпоследний гвоздь в крышку их гроба. Так что на данное время перспективы третьей части выглядят более чем призрачно и невесело. Но все дело в том, что Warner Bros. в то же время попросту не могут ее отменить, даже несмотря на предполагаемый провал. Потому что застряв в сложном хитросплетении франшиз, продолжении приквелов, сейчас отмена третьего фильма будет равно полной смерти вселенной Гарри Поттера. То есть, по сути, на данный момент у Ворнеров очень непростой выбор. Снимать и далее третий фильм и, скорее всего, еще больше угробить рейтинг франшизы, а также с немалой вероятностью потерять деньги. Или сказать, мол, все, мы сворачиваем удочку, но при этом похоронить всю киновселенную Гарри Поттера. Которая, к слову, принесла за годы существования 8,5 миллиардов долларов. Чего только стоит тот факт, что самый первый фильм о Гарри Поттере сейчас вплотную подошел к отметке в миллиард и даже спустя 20 лет продолжает зарабатывать миллионы. Так что вряд ли Ворнер Бразерс решатся попрощаться с такой курочкой, несущей золотые яйца. А, следовательно, нас, скорее всего, ждет провальный третий фильм, который, кстати, по словам босса в студии, в случае неудачи станет последним. То есть, замысел о пяти лентах было решено свернуть уже сейчас. Если же говорить в целом, то провал франшизы фантастических тварей, конечно, очень сильно ударит по всей Поттериане. И не факт, когда еще кинобоссы решатся опять ввалить сотни миллионов в непонятное предприятие. Так что, конечно, мне бы очень хотелось, чтобы третий фильм удался на славу и все там было хорошо. Но пока, увы, предпосылок к этому я лично не вижу. Хотя, возможно, я сейчас уже слишком сгущаю краски и все еще обойдется. В любом случае, прямо сейчас напишите, что думаете на данный счет в комментариях под этим видео. А также не забудьте поставить палец вверх. Ну и, конечно, подписаться на наш канал, чтобы и дальше ничего не пропускать. Спасибо всем за просмотр и всем пока!